Короткие новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. Султан Ачилову, ставшую лауреатом международной премии для правозащитников имени Мартина Эннелса, не выпустили из страны для получения награды. Об этом сообщает Туркменская инициатива по правам человека. Ачилова должна была вылететь в Женеву 17 ноября. Ее сопровождала дочь Майя. В аэропорту Ашхабада женщин долго обыскивали и несколько раз пропустили через сканер. Таможенники вручную осмотрели весь их багаж и даже трость Султан Дайзы. Никаких причин, чтобы не выпустить мать и дочь Ачиловых, найдено не было. Тогда сотрудники паспортного контроля на глазах женщин намочили их паспорта и сказали, что документы будто бы оцерели и непригодны для дальнейшего использования. Султана Ачилова потребовала пригласить руководство. Отказ объяснили завтрашним мероприятием, из-за которого все начальники якобы заняты. Накануне в консульстве Германии никаких претензий к паспортам Ачиловых не возникло, обе женщины получили шенгенскую визу. Помимо премии, Ачилова, старшая, должна была встретиться в Женеве с представителями Верховного комиссара ООН по правам человека, а также с сотрудниками организации «Репортеры без границ» и со студентами ряда университетов. В ТИПЧ отмечают, что отказ выпустить правозащитницу из страны характеризует Туркменистан гораздо негативнее, чем все то, что Ачилова могла сказать на этих встречах. Султан Ачилова – едва ли не единственный пример журналистки-правозащитницы и активистки, которая не скрывает своей личности. Чаще всего активисты становятся фигурантами сфабрикованных дел и оказываются за решеткой. Как вариант, их запугивают и отпускают на поруки родственников, так что впредь они уже не пытаются связываться с зарубежными журналистами. На Ачилову нередко оказывают давление, но при этом ее оставляют на свободе. Возможно из уважения к возрасту или из-за ее известности за границей. На пограничном пункте в поселке Серахс, возвращающихся из Ирана в Туркменистан, женщин подвергают унизительному досмотру. Источники Turkmen News сообщают, что таможенники ищут контрабанду в интимных местах женщин. Процедуру проводят сотрудницы таможенной службы. При этом ни одна из них не пользуется одноразовыми перчатками, они говорят, что у них их нет. А на готовность некоторых гражданок дать им денег на перчатки и провести досмотр в более гигиеничных условиях отвечают отказом. В развитых странах на таможенном контроле стоят аппараты, которые позволяют увидеть любые инородные тела, если контрабандисты прячут их внутри себя. И только при возникновении подозрения работники могут провести личный досмотр, но и ТО с полным соблюдением гигиенических норм. Также граждане Туркменистана жалуются, что при таможенном досмотре из их сумок пропадают вещи, купленные во время поездки в Иран. Несмотря на то, что досмотр проводится в присутствии владельцев, это не препятствует кражам. После досмотра человек обнаруживает, что из его багажа исчезло что-то из одежды или средств личной гигиены и даже продуктов. Таможенники могут ополовинить количество одинакового товара, приобретенного за границей. Территория, примыкающая к данному погранпункту, со стороны Ирана, имеет статус сирахской особой экономической зоны. Здесь по распоряжению властей Ирана действуют упрощенные правила торговли и освобождения от пошлин. Благодаря льготам, покупки там оказываются выгодными. В городе Хазар Балканского Вилоята коммунальные службы травят собак и кошек. Как сообщают источники Туркмен Ньюз, животные умирают с пеной у рта. Санэпидстанция проводит травлю во всех районах города, но особенно в 39-м квартале. Он расположен возле пустыни, поэтому там много бездомных животных. Среди жертв травли есть животные, о которых заботились дети. Собаки умирают у них на глазах. Какое-то время трупы лежат на улицах, а затем приезжает машина и куда-то их увозят. Вероятно, их отправляют на свалку. В разных городах Туркменистана власти периодически проводят кампании по уничтожению бездомных животных. Их травят, забивают палками, увозят еще живыми и запирают в тесных ангарах, обрекая на смерть. Нередко вместе с бездомными животными отлавливают и домашних питомцев. При этом официально власти пропагандируют любовь к туркменским алабаям. Их считают национальным достоянием. В 2022 году в Туркменистане вступил в силу новый закон о собаководстве и кинологической деятельности, который запрещает жестокое обращение с собаками. Правозащитники много лет критикуют уничтожение животных в Туркменистане. Но власти не только не меняют подход к этому вопросу, но и не признают наличие проблемы. Активисты, слишком активно борющиеся за жизнь собак и кошек, подвергаются преследованием. Например, жительницу Ашхабада, Галину Кучеренко, в 2017 году поместили под арест на 15 суток. Она добивалась прекращения убийств животных. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате, телеграмма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.